Валерий Леонидович, мы у вас в гостях. Я начал съемку. Ничего, вы же не будете как женщина, я не накрашена. Мужики говорят, я не бритый. Можно снимать? Можно, конечно. Пойдемте. Второй гость Савинич, мы с вами уже подружились с ней. Мы земляки, мы саяногорцы, поселок Чаровушки, пригород. А это красноярцы. Так, вот тут я насобирал эти косточки на дождь или нет. А, это косточки чего? Вот и черешня. А, тесто, черешня. Вот жалко, вот смотрите, я бы сейчас всем похвастался, да? Вот, но черешню как раз собрали, чтобы людям показать. А вон она, только плохо видно. Сейчас я наклони, а сейчас против солнца вот тут. Ох, не видно ее. Это феномен. Значит, это феномен. Феномен? Феномен, говорю. Феномен? Феномен. А почему? А потому, что это черешня, это Сибирь. Вы знаете, во всей Сибири несколько десятков деревьев на всю Сибирь. А крупные плодопитомники продают тысячи, десятки, сотни тысяч саженцев черешни, не имея в саду ни одной. То есть, понимаете, нет у них ни косточки, ни плодика вот таких вот. Вот, и нет у них черенков на прививку, нет у них вот этих вишен, вот эта подвойная вишня, вот она. Согласитесь? Она из-под земли вылезла. Я тут уже в вашем саду уже сам разбираюсь. Какую подержать? Вон она. И она тоже, кстати, облагорается. Смотрите, какая крупная вишня. О, красотища. Вот она, вот она. Я ее называю просто сибирской вишней. Она вылезла, а вот, это уже астатуи, ее птицы любят. Вон, видно, что клевали. И она, получается, вылезла из-под земли. Это корневые отводки. Ну да, вот это самая та вишня, на которую привиты. Да, она сюда приползла с помощью корней. И вот смотрите внимательно. Разве можно сказать, Елена Александровна, вы наш человек? Ну а как же. Так вот, мы с Валерием Владимировичем утверждаем, что от этой черешни, от подвоя, приползла сюда. И не просто приползла, а оккультурилась. Оккультурилась. Посмотрите, какие листья. По листьям-то видно. Да, листья-то может быть, да, но это все-таки не черешня. Но все-таки уже не вишня. Я ее называю, знаешь как, вегетативным дюком. Согласна, нет? Да. Да, эти поддельные питомники называют это черевишня. Да, да, да. Так, жалко. Дело в том, что... Так. Вот это вот, который поздний. Знаете, почему я вас приехал и заодно пригласил сад, ваш же сад пригласил? Не вот это вы говорили, что из косточки сенец вырастили? Нет. Нет? Из косточки я вам сейчас покажу. Давайте. Вот. И скажите, от какого дерева вы взяли косточку? Да, если бы я помню. Эх вы. Я же не этот самый, не Копенгаген. Ага, вот она, вот она. Вот она. Так, Елена Александровна, это то самое, за что меня клевали эти, вы пустите с этими рязвиками. Итак, да, наверняка выбрали косточку с очень крупной абрикосом. Мы еще подойдем к ним. Это не из крупной. Судя по всему. Даже не из крупной, средней? Да. Ладно. Не тот, который этот... Там у вас был ранний, там у вас был... Да, вот... Нет, не ранний, ранний, вот такой же. Вот, вот, так, давайте смотреть. Елена Александровна, это дикарь, дева? Ну, нет. Это потом про это. Вот это меня волнует. Я очень... А куда его? А попробовать, я отдал, чтобы она съела. Ммм, точный. Ну, дикарь? Он у меня в прошлом году был облеплен весь. Как облепил. Да, я помню. Так, у меня тут отключался фотоаппарат, пока я пролазил через этот. Эх, где бы вам показать, что громовое плови. Вот так вот, вот так. Вот так вот бы показать бы. Опа! Прыжок! Еще прыжок! Вот, нет. Твердая, как камень, не спела еще. А вот это вот что за вишня? Ее как опылитель мне сунули к черешне. Что за вишня? Сейчас будем под... Мы не будем отгадывать, мы будем гадать. Отгадать невозможно. Сейчас на вкус попробую. Ну, из той же породы штамбовых. Он нашел, это шпанка. Мой, Валерий Константинович, ну не топчите. Ну, я одну-одну. Одну-одну. Так. Шпанка, может быть. А этот вообще зеленый. Ну, в этом году все позже. Да, почему? Жара стояла хорошая. Все раньше наоборот. Сейчас похвастаюсь. Пока хозяин не видит. Сорвать зеленый. Вон там 100-граммовый. Но не дотянусь. Ладно, сорву вот эту. Ну, этот уже 70-граммовый. Вот. На. М-м-м. Уже вкусная. Ну, еще висеть. Ну, еще висеть. Вон они красавцы лежат. Рук не хватит. Это вот этой красночоке. А, нет. Это те же. Это академик. Это один из вариантов академика. Вот, показываю. Хороший. Да. Давай вот так вот на одной руке штуки три. Да я возьму, возьму. Давайте. Спасибо. Вот. Все, все. Здорово. Да. Так, ну все. У меня уже все заканчивается. Моргает. Я сейчас отключу съемку. Еще сделаю пару фотографий. Так, тем, кто меня видит, тем, кто меня слышит. Позаведовали. Вот. Это у нас это. Обычное дело. Нет, необычное. Если человек, помнишь, художник Чернобаев, вот, Валерий Владимирович, пианист, у них всегда в руках все цветет.